Здравствуйте дорогие друзья! После того, как я выпустил ролик о влиянии свечей зажигания на расход бензина, мне многие начали писать в комментариях, расскажи о влиянии зазора на свечах зажигания на расход бензина. Как-нибудь может повлиять зазор на расход бензина? Да, друзья, тема сегодняшнего ролика именно об этом. Конечно же, зазор может повлиять на расход бензина. Как же это проявляется? Давайте я вам подробно расскажу. Итак, друзья, чем больше мы делаем зазор на свечах зажигания, то есть выше нормы, допустим, есть определенный зазор, рекомендованный производителем автомобиля, именно для свечей зажигания этого автомобиля. И мы берем, делаем больше зазор. Получается так, что искра может несколько раз пробить между электродами свечи, а один раз, допустим, пробить куда-то где-то в другом месте. Может это на колпачке, а может где-то еще. Но, в общем-то, не зря есть определенные рекомендации. И получается перебой в работе двигателя. Возможно, вы даже это не заметите. Но когда будут проявляться перебои в работе двигателя, получается, что вот в тот момент, когда искры, допустим, не было между электродами свечи, у вас топливо зажжется в камере сгорания за счет детонации. А детонация это уже не есть хорошо. Это будет приводить к повышенному расходу топлива. Если мы сделаем слишком маленький зазор, то воспламенение топливно-воздушной смеси также будет хуже, намного хуже. Потому что не хватает, так сказать, длины искры. Я грубо скажу, выражусь, но это будет называться, скорее всего, длина искры. То есть, есть определенная норма. Норма, она усредненная. Некоторые говорят, допустим, там 1 мм, некоторые говорят другое, там немножко другой зазор. Но смотрите, друзья, когда мы ставим обычные свечи, обычные, допустим, не иридиевые, не платиновые, то они со временем выгорают. Допустим, мы поставили новые свечи, а потом на них катались, катались, катались очень долго. Многие с этим сталкивались. Машина пришла, допустим, за границей. Мы потом выкручиваем свои свечи и видим, как выгорел центральный электрод на свече. И боковой, бывает, тоже выгорает. И зазор при этом, конечно же, увеличился. Но на работе двигателя это никак не отразилось. То есть, зазор стал больше, но ничего страшного, все нормально. Все работает, двигатель как работал, так и работает. Но, конечно же, если мы ставим иридиевые свечи, то они не выгорают. В этом то и преимущество. То есть, зазор на иридиевых и платиновых свечах более стабильный. Он не меняется, а вот на простых выгорает. Но, опять же, да, из-за того, что выгорает у нас, получается, электроды на простых свечах, из-за этого ресурс этих свечей меньше. Но вернемся обратно, все-таки, к зазору. Зазор у нас увеличился, но работа двигателя не ухудшилась. Это говорит о том, что зазор весьма условная штука. Конечно же, и от зазора зависит долговечность катушек зажигания. Этого нельзя обходить, потому что, действительно, зазор на свечах зажигания может повлиять на долговечность катушек зажигания. По этой причине, друзья мои, конечно же, я рекомендую всегда придерживаться рекомендациям производителя, потому что система зажигания на разных автомобилях разная. У одних автомобилей одна катушка на все цилиндры. У других автомобилей каждая катушка на свой цилиндр. У третьих там еще, может быть, как-то, может быть, там попарно, не знаю. Но, в общем, нюансов очень много, и разные автомобили имеют различную конструкцию. И поэтому производители автомобиля дают рекомендации касательно зазора свечей зажигания. Друзья мои, придерживайтесь этих рекомендаций, и с вашим автомобилем будет все в порядке. И он вас обязательно отблагодарит своей надежностью. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно подписываемся на канал, ставим палец вверх. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.